Всем привет! С вами Территория Машин. Программа об автомобилях, событиях и людях. Меня зовут Максим Колесников. Сегодня я расскажу вам о странном рейтинге и белорусском электромобиле. Субтитры создавал DimaTorzok агентство, которое составил рейтинг самых пробочных городов. На первом месте Лос-Анджелес, где водители тратят в пробках больше 100 часов в год, а вот на втором месте, к всеобщему удивлению, столица нашей родины, где стоять приходится 91 час в год. Замыкает рейтинг Нью-Йорк с результатом 89 часов. Забавно и то, что самой пробочной страной оказался Таиланд. В общей сложности жители этой страны стоят 61 час в год. На мопедах, судя по всему. Но все равно остается непонятным, кому верить – нашим властям или западным агентствам. Мы действительно 90 часов в году тратим на пустое просиживание штанов. Но тогда это кошмар, граждане. В Белоруссии зря времени не теряют и стараются идти в ногу с прогрессом. Наши соседи вовсю ведут разработку собственного электромобиля и уже близки к достижению результата. В качестве носителя будет использоваться одна из моделей компании Белджи, которая занимается производством автомобилей Джили. А вот силовая установка обещает быть оригинальной. Первое, что уже известно об электромобиле – максимальный пробег. Он будет составлять не более 100 километров. По опыту городской эксплуатации стоит отметить, что он будет меньше. Особенно тогда, когда включено большое количество потребителей. Зимой, например. На полную зарядку батарей понадобится не менее трех часов. Максимальная скорость, если будет 90 километров в час, то уже хорошо. Естественно, машина будет дороже бензиновых аналогов. По утверждению производителя, электрический Белорус обойдется в два раза дороже такой же модели, но с обычным мотором. Эх, все-таки не скоро они пойдут в массы. Это была территория машин. Не забывайте пристегиваться.